Открытие выставки прошло в торжественной обстановке с участием духовенства и представителей городской администрации. О значимости каждого мероприятия, проводимого в честь 70-летия Победы, рассказал и председатель городского собрания Сочи. Анатолий Луцик поблагодарил коллекционеров и организаторов выставки, представивших публике уникальные модели, которые дадут возможность каждому понять тяготы войны. Когда ты что-то делаешь руками, ты понимаешь, что делаешь память чего-то, во имя чего-то, ты, естественно, вспоминаешь, как бы на самом деле представляешь того же солдатика, оловянного, как он был на поле боя, как обшел в атаку, как погибал он, когда вы делаете танк или самолет, как он сражался в воздухе, как танк, как люди горели в танке, как они выживали в этих танках. Советская артиллерия, боевые самолеты, танки, корабли и более сотни оловянных солдатиков от эпохи Отечественной войны 1812 года до Великой Победы. Все это личные коллекции сочинцев и 10-й школы. Ее директор рассказал гостям подробности о каждом экспонате. Требующее внимание, это, конечно, корабли. Венедикова – это очень хорошие корабли, сделаны очень здорово, с подсветкой, то есть миллиметраж. Я советую всем посмотреть, потому что это действительно здорово. Наша задача основная, чтобы как можно больше детей центрального района посетило выставку. Посещать будут все с классными руководителями. Первого и девятого для населения города Сочи открыт, вход, свободный доступ. Выставка будет работать до 11 мая. Сегодня же стартовал конкурс среди детских садов микрорайона Донской на лучшего бумажного солдатика. Татьяна Коваркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.